Привет! Как дела? Сегодня расскажу, как мы в апреле 2019 года поехали с мамой в такие города Англии, как Харич и Челмсворт. В тот момент я уже писала свою диссертацию по MBA и у меня было первое интервью, которое обрабатывала в поездке. Так получается, что я всегда училась где-то между делом или в дороге, в путешествиях или на мероприятиях. Так и в этот раз я взяла с собой ноутбук и в поезде сидела, расшифровывала свое первое интервью, которое у меня уже было на тот момент. И мне надо было слушать звукозаписи в наушниках и писать одновременно в компьютер все, что мне говорил мой оппонент. И так как мне надо было отвлечься как-то от этой диссертации, потому что весь март и апрель я только и делала, что готовилась к ней, писала теоретическую часть и было достаточно тяжело. Поэтому мы в выходные с мамой решили сесть в поезд и поехать вот в близлежащие города на восточное побережье Англии. Так как многие спрашивают меня, сколько обходятся такие поездки, я сегодня озвучу по цене, во сколько нам обошлось это путешествие на два дня. До Хариджа мы добирались на перекладных. У нас было два поезда в Грейта Англия и один какой-то локальный автобус. Сели мы на лондонской станции Ливерпуль-стрит и доехали до Мейненджи. Там буквально в течение 10 минут пересели на следующий поезд, который нас довез до Харидж Интернешнл станции. А оттуда до попережья, до самого города пришлось еще добираться на автобусе. В общем, кое-как мы добрались, наверное, уже часам к 12 дня и мы оказались в городе Харидж. Вся эта поездка от Лондона до Хариджа обошлась нам в 23 фунта. Также мы переночевали в городе Харидж, сняли двухместный номер в отеле за 46 фунтов. И на утро мы отправились обратно над тех же самых перекладных. Только конечной станцией у нас был город Челмсфорд вместо Лондона. За эту поездку мы заплатили 31 фунт на двоих. И из Челмсфорда обратно в Лондон мы уже поехали на автобусе National Express, за проезд которого заплатили 14 фунтов. То есть в общей сложности вся поездка на два дня в два города Англии обошлась нам в 115 фунтов. Это примерно 11 500. Итак, сегодня я расскажу про город Харидж. А в следующий раз ждите ролик про город Челмсфорд. В Харидж, как я уже сказала, мы приехали днем и пошли гулять по городу, точнее по набережной. В городе мы ничего так и не увидели, пока ехали на автобусе. Я что-то там поснимала со второго этажа. В принципе, пока мы ехали на этом автобусе, мы уже увидели, куда пойдем и что находится в городе Харидж. Кстати, по поводу названия города, опять же таки, я его называла по-русски Харидж. Мы же называем район города Гринич, который, в принципе, также пишется W-I-C-H на конце. Называем Гринвич. Почему-то Харидж с таким же написанием на конце должен по-русски звучать Харидж. Но я посмотрела в Википедии, мы называем этот город Харидж. Вообще, да, по идее англичане глотают вот это окончание Вич, не досказывают и просто кидают так. Гринич, Харидж, Норидж и так далее. Почему мы выбрали именно эти города? Да так просто, в них мы еще не были, решили поехать. Город Харидж находится на побережье Северного моря и считается огромным туристическим и транспортным развязочным узлом. В общем, это большой грузовой и туристический порт. Туда ежедневно прибывают огромные лайнеры из Дании и Нидерландов, а также свозится огромное количество контейнеров со всей Европы и вообще со всего мира. Он находится в устьях рек Стур и Орвел и считается самым северным портом в графстве Эссекс. На другой стороне Хариджской гавани находится город Феликстоу, в котором мы тоже с мамой были, по-моему, или в 2016, или в 2017 году. О нем я тоже буду рассказывать. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить. Набережная города Харидж называется Даверскорт. Даже на многих дорожных знаках и рекламах в Лондоне, на северо-восточных вокзалах, а также на дорогах восточной Англии, можно увидеть такой лозунг из Хариджа на материк. То есть Харидж, в принципе, является одним из окон в Европу. Есть еще город Давер, куда приплывают пассажирские грузовые паромы. Ну и другие портовые города, куда можно приплыть из Европы. О них я тоже буду рассказывать. Пока продолжаем про город Харидж. В общем, приехали мы с мамой туда и пошли гулять по набережной. Увидели огромное количество грузовых контейнеров. Это, кстати, как раз на противоположном берегу, где находится грузовой порт Феликстоу. И я оттуда пофотографировала. Как раз был отлив, и море не было видно. Просто дно морское, то есть залив весь ушел в море. Также мы увидели старый маяк. Хотели зайти в Мэритайм-музей, но почему-то он был закрыт. И так погуляли, посмотрели вот эти красивые разноцветные домики, которые существуют в любых пляжных городочках. И как-то немножко устали с дороги, решили перекусить. Мы с собой брали еду, какие-то рулетики из бекона, хлеб, помидорки. И просто так никого не было. Мы решили лечь на травке и полежать. Перекусили, даже поспали потом. И пошли дальше гулять. Пока мы спали после нашего пикника, я в траве увидела улитку. И решила поснимать ее, пофотографировать. И сняла на видео, как вот она ползет. Как она смотрит глазками туда-сюда. Так было интересно. Я часто замечаю и уделяю этому огромное внимание, как и что происходит в природе. Вот просто беру и смотрю там на паучка, на птичку. Что они делают, как они себя ведут. В общем, люблю разглядывать. Это у меня пошло с прогулок с собаками. Я люблю так релаксировать, если можно так сказать. То есть, когда я гуляла с собаками, я просто сидела в парке. Ну, так как час целый надо было гулять, чем-то надо было заниматься. Иногда я читала, иногда я просто с собаками что-то разговаривала. Иногда просто сидела и слушала пение птиц. Смотрела, как распускаются почки на деревьях. В общем, весь парк изучила досконально. И после этого я стала уделять огромное внимание деталькам в природе, из которых состоит наша жизнь. И, в принципе, это дает мне ощущение счастья. Ощущение того, что ты находишься в этой природной цепочке. Так как там был такой кусочек залива, я думаю, что в летний сезон это городской пляж, мы нашли какое-то ведерко и слепили из песка несколько куличиков. И мама там меня пофотографировала. Мы там поснимали друг друга на видео. Ну, так, поразвлекались. То есть, делать, в принципе, в этом городе было нечего. И дальше мы пошли гулять по чарити-магазинам. Как я уже рассказывала, чарити мы любим. И практически в каждом городе, куда мы приезжаем, мы посещаем и что-то там покупаем. Или в качестве сувенира, или в качестве одежды. Ну, что найдем интересненькое, то и берем. Потому что чарити-магазины, это очень дешево. Допустим, вот эту как раз кофточку я купила в Харидже за 2 фунта. Я ее сегодня надела, чтобы рассказать об этом. Когда я ее примеряла и потом покупала, продавщица. А в чарити-шопах работают в основном такие люди пенсионного возраста. Им всегда хочется поговорить с клиентами, что-то рассказать, что-то спросить и так далее. И вот она пока мне запаковывала эту кофточку, говорит, ой, такой красивый цвет, такой яркий, необычный. Я тоже все люблю, такое необычное, яркое. Даже я, когда выходила замуж, у меня, говорит, было тоже такого очень яркого, насыщенного цвета. Но голубое платье, говорит, всю жизнь буду помнить его. Ну и как-то так вот. Они просто шуткуют или что-то рассказывают. И мне вот запомнилась эта фраза, что бабушка, ну как бы, представляете бабушку, и она выходит замуж вот в таком вот ярком платье. Когда она была молодой, она тоже любила яркие цвета. Ну а я эту кофточку убрала под пиджак. В принципе, такие маленькие футболки, не знаю, как это назвать, под пиджак, стоят 10, 20, 30 фунтов в Лондоне в Тикимаксе. Ну а в обычных магазинах, которые не дисконтные и того больше. Ну мы прошлись по чарите, еще погуляли по городу, посмотрели, как выглядят дома. На каком-то балконе я увидела велосипед повешенный вертикально. Думаю, надо же, как хранят велосипеды, практически на стену привешенный. И как раз рядом с этим домом находился наш отель. Мы решили пойти в отель и просто там бухнуться и смотреть телевизор. В таких поездках я очень люблю смотреть телеканал Пик. Он как раз идет по субботам и воскресеньям, где рассказывают, что провозят через таможню. В Великобритании, в Австралии, в Америке. И как ловят, и что нельзя провозить и так далее. Эту программу еще очень любил смотреть мой брат. То есть благодаря этой программе я училась тому, что можно, что нельзя ввозить в Великобританию. Ну а Америку и Австралию тоже было интересно посмотреть, как там люди выкручиваются, провозя в своем багаже запретный груз. Но, к сожалению, в нашем номере телевизор не работал, а номер был на самообслуживании. То есть не было даже ресепшена, куда обратиться и спросить, почему не работает, и заменить, и так далее. В общем, мы решили почитать немножечко и бухнулись спать. На утро мы проснулись и направились обратно на железнодорожный вокзал, откуда и выехали в город Чаумсворт. Подходя к вокзалу, я увидела такую красивую машину, которая была раскрашена в цвета кубика Рубика. Ну, я попросила маму с ней меня сфотографировать и сама поснимала. А потом на видео увидела, что это магазин по продаже автомобилей. То есть так вот они привлекают внимание клиентов такими вот необычными раскрасками машин. В общем, мы сели в поезд и поехали в город Чаумсворт, о котором я вам расскажу в следующий раз. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok